Дональд Биссетт, жук философ и другие. Дядя Фред жил на улице Западного Ветра в доме номер 8. В комнате, где висел его портрет, по правую сторону от него на полке стояла в бокале роза, а слева часы тики-таки. Ну что же хорошего в часах, думала роза, они ведь совершенно не пахнут, а что не пахнет приятно, не может быть поистине прекрасно. А часы про себя рассуждали. Какая глупая эта роза, время она не умеет показывать, не понимаю, за что ее считают прекрасной. Тут мимо проходил черный жук. Он бросил взгляд на розу и на часы и подумал, бедняжки, они же совсем не черные. И пополз дальше. Он спешил на день рождения к своей бабушке. Потом в окно заглянула ласточка и тоже увидела розы и часы. «Ха!» — сказала она. «Что толку тикать и благоухать, если не умеешь летать?» «Летать!» — что может быть прекраснее? «Плавать!» — сказала рыбка из круглого аквариума на подоконнике. «Мяукать!» — сказала кошка и выпрыгнула из окна прямо в сад. «Чавкать!» — сказала свинья, жившая по соседству в хлеве. «Раскачивать деревья!» — сказал ветер. «Поднимать ветер!» — сказали раскачавшиеся деревья. Розы и часы все еще спорили, когда домой вернулся дядя Фред со своей женой. «Ну, а что ты считаешь прекрасным?» — спросили они дядю Фреда. «Например, мою жену!» — ответил дядя Фред. «Согласна!» — сказала его жена и поцеловала дядю Фреда.